Добрый день, дорогие друзья! Я варила сыр, там у меня есть видео. Потом варила рикотту. И из остатков сыворотки я варила брюност. Ну, типо подобия брюност. Правильно, неправильно, но варила. В общем, из 4,5 литров молока у меня получился вот такой сыр. Это остаточек. Сейчас мы его отрежем. Мы взвешивали его сразу. Там было 800 грамм. Такой тоненький, классненький, вкусненький. Вот столько рикотты. Я её, как говорила там в видео, с укропом перемешала. Сейчас взвесим, сколько это по весу. 215 грамм. Ну, сколько там грамм весит баночка. И вот такой брюност в такие баночки разложила. Получилось у меня 5 баночек. 22 грамма. В общем, из 4 литров с половиной молока получились сыр. Второй сыр рикотта, третий сыр брюно. Рикотта, это тот же творожок. Я его не буду распаковывать. У меня видео есть. Только тут с укропом он. А это брюно. Сейчас будем его пробовать. Я вот в такие баночки разложила. Вот такой он консистенции. Как щербет такой. Я его, когда вываривала, выпаривала, ничего не добавляла. Только в конце уже потом сливки добавила. Такой вкус соленоватый. Рикотту делала с лимонной кислотой. Поэтому кисло-соленоватый, сливочный такой вкус интересный. В общем, вот так. 4,5 литра молока. Полкило такого сыра. 800 грамм основного сыра. Я считаю, удачно все молоко переработала. Три вида сыра получила. Вкусно, здорово. С кофем его вкусно пить. Вот этот сыр. Он соленоватый, с кофем. Само то. Хотя соли я туда не сыпала вообще. Сыр солила в видео отдельно. Вот этот вот. Я его прогревала в духовке. Вот он первый день хрустел на зубах. Сейчас он уже меньше хрустит. Вылеживается. Скоро вообще перестанет хрустеть. Ну, скоро его вообще не будет. Скоро он закончится. Вот. Вот столичка осталась. Всем пока-пока. Заходите на мой канал. Пробуйте делать сыры, как я пробую. До скорых встреч. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok